приветствую вас уважаемые друзья коллеги по хобби сегодня праздничный день всех хочу поздравить женщин с 8 марта и в честь этого праздника я решил приготовить свое любимое блюдо плов лов делается очень быстро и очень просто главное знать как его правильно приготовить я взял такой кусочек мяса это кило триста три больших луковицы нарезал их брусочками и что я заметил чем крупнее нарезан чем крупнее нарезана морковь тем вкуснее получается плов головка чеснока три больших луковицы зеленый базилик 600 грамм риса и смесь приправ и главное чтобы в приправе было побольше зиры я добавил еще отдельно теперь мясо крупненькими кусочками нарезаем и начинаем готовить мясо я люблю нарезать такими хорошими кусками чтобы они хорошо протушились и были вкусными примерно вот такие вот кусочки мяса должны получиться берем казан ставим на плиту и хорошо разогретое растительное масло закладываем мясо и даем ему очень хорошо прожарится после того как вы увидели что мясо хорошо прожарилась засыпаем лук и морковь и ложим зеленый базилик потом это все хорошо перемешаем и пусть прожаривается вместе с мясом пока прожариваем мясо морковь лук и базилик хорошо промываем рис самое главное в рисе это его хорошо промыть чтобы вода была кристально чистая без всякого такого пыльевого налета белого после того как водичка становится чистой промывки риса мы его замачиваем минут на 10 на 15 пока хорошо все не прожарится после того как лук с морковью хорошо прожарился засыпаем смесь приправ приправы хорошо перемешаем и зальем водой воду заливаем аккуратно так как масло у вас раскаленное и я заливаю всегда кипяток заливаем около двух больших кружек воды делаем зирвак накрываем крышкой и даем протушиться не менее 20 минут и также друзья добавляем соль по вкусу я на данное количество мяса морковки лука и воды добавляю примерно чуть больше половины столовой ложки соли прошло 25 минут и засыпаем рис высыпаем аккуратно рис все равномерно раскладываем ложечкой чтобы был ровный слой на кухне очень ароматный приятный запах от данного блюда сейчас возьмем воду и зальем примерно на такой уровень после того как залили рис водой я раздавленный ножом чеснок ложу сверху на рис и потом аккуратненько ложечкой немного его придавливаю теперь ждем пока вода выкипит после этого сделаем маленький огонь накроем плов крышкой и дадим ему протушиться после того как вода выкипит сейчас видим что она уже докипает переводим конфорку на самый минимальный огонь делаем самое маленькое пламя и накрываем плов крышкой примерно даем минут 15 ему протушиться после того как проверили готов крис или нет попробуйте его если рис готов то хорошо его перемешиваем в казани после того как перемешаем накроем еще минут на пять крышкой чтобы он подошел получше и выключаем газ и пусть он еще минут десять постоит ну и вот друзья прошел час сначала готовки блюда и вот такой вот классный бомбезный ароматный получился у меня плов рис рассыпчатый как я и хотел просто шикарно аромат на кухне стоит не могу передать словами вкусные приправы хорошо все получилось еще раз хочу поздравить женщин с праздником 8 марта пусть ваши мужики всегда вам готовят на кухне не только в празднике но и каждый день на этом друзья буду заканчивать видео всех благ вам вашим близким до новых встреч оставайтесь на канале кто не подписался обязательно подписывайтесь у нас